Дорогие друзья, большой-большой привет! Сегодня у нас необычный рецепт. Рецепт очень-очень простой. При этом получается великолепная штука, которую можно и просто намазать на хлеб и получить чудесный бутерброд на завтрак, а можно и добавить десерты, можно сделать крем, заполнить тарталетки, добавлять в пироги. В общем, на ваше усмотрение множество разных вариантов. Всего по времени данный рецепт требует достаточно много времени, но непосредственного участия не больше двух минут понадобится. Главный ингредиент у нас кефир. Лучше всего взять 3,2 процента или в мягких упаковках, или вот как я в картонных. Я хотела взять по литру 2 штуки, но таких не оказалось. Вот взяла 4 упаковки по 500, точнее по 450 грамм. Первым делом нам нужно его заморозить, отправить на несколько часов в морозилку. Удобно это делать с вечера. У меня уже замороженный, уже целую ночь простоял в холодильнике. Теперь предстоит его раскрыть. Вот такой лед получается. Складываю его в миску, а миску застелила или чистым полотенцем, или в несколько раз сложенной марлей. У меня будет по 2 упаковки. Теперь собираем полотенце или марлю в кулек и подвешиваем на несколько часов, чтобы полностью стекла вся жидкость, сыворотка. Вот столько сыворотки получилось. Из нее можно блинчики вкусные испечь. А вот и творожный сыр. Вот смотрите, какой по консистенции получается творожный сыр. Очень-очень нежный, совершенно однородный. Я взвесила, всего получилось 420 грамм. Его можно подсолить, добавить рубленную зелень, например, чеснок или в другой вариант добавить пережаренные с луком грибы. И такая получается замечательная намазка на бутерброды. Кроме того, с ним получаются восхитительные десерты и кремы для тортов. Попробуйте приготовить! Я от всей души желаю вам приятного аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал! До новых встреч! Пока-пока, увидимся!